Библейский портал экзегет.ру представляет Это смерть, все остальное с кем-то случается, с кем-то нет, а вот от нее не убежать Урожденный женщиной человек, краток век его, но полон тревог, словно цветок он распускается и вянет, промелькнет, как тень, и исчезнет Ну, вот этот стих, он на самом деле в конце 13 главы, в оригинале, но явно не вписывается, поэтому его сюда обычно переносят Следующий стих, он распадается, словно гниль, как одежда, изъеденная молью Так вот, за кем ты следишь, со мной ты желаешь судиться? То есть он обращается к Богу, и одно из очень существенных отличий Бога от человека — его бессмертие А человек смертен, и поэтому уже вот как бы Богу с ним, ну, должно быть, неловко судиться Потому что уж в очень неравных они позициях находятся Человек скоро помрет, и чего к нему придираться-то? И дальше маленький стих, который выглядит как комментарий на полях, возможно, изначально так и был, потом внесли в текст Кто извлечет из нечистого чистое? Никто Возможно, идет речь о родах, о том, что женщина, которая вот во время родов, она попадает в состояние ритуала нечистоты Ну, соответственно, она и рождает нечистое, да, то есть младенец, он тоже нечистый Вся дальнейшая жизнь человека тоже в ритуальной нечистоте проходит Но все равно он продолжает эту тему смерти, настолько яркий поэтический текст Даже вот трудно его комментировать Все дни человека сочтены Ты отмерил ему число месяцев, предел которого он не переступит Так отведи же от него свой взгляд, дай ему как поденщику день для радости А поденщик, ну то есть человек, который работает тяжело за плату, но у него есть праздник Да, вот какой-то день ему не надо работать, он может там отдохнуть, повеселиться Ну и вот человек такой, поденщик для Бога, у него отмерен срок, ну хотя бы дай порадоваться-то Не все только тяжелый труд И у дерева есть надежда, его срубят, оно возродится, появятся новые ростки Пусть состарились в земле его корни, мертвый пень занесен землей В рост оно пойдет, почуяв воду, как молодое деревце побеги пустят С деревьями на Ближнем Востоке, с маслинами, например, такое бывает Вот, наверное, можно часто увидеть там, где растут маслины, оливковые деревья Соответственно, старый пень, такой уже весь трухлявый, сгнивший А вот прямо из-под него новые побеги, причем иногда очень мощные, да, то есть Это корни, которые остались живы, дерево само погибло, его срубили, но из этих корней новые ростки и новые молодые деревья А человек умирает безвозвратно, погибнет и не будет его больше Истякнут в озере воды, и река обмелеет, пересохнет Так и человек ляжет и не встанет И покуда небеса не исчезнут, он от сна своего не очнется Смерть — это навсегда, да О, если б ты скрыл меня в Шиоле, Шиол — это мир мертвых, по представлениям древних иудеев, как Аид у греков О, если б ты скрыл меня в Шиоле, спрятал, пока не пройдет твой гнев, и назначил срок, когда меня вспомнишь Смотрите, какое-то, какое-то вот такое слабое упование на воскресенье То есть, может быть, Шиол не навсегда, ты гневаешься на меня, хорошо, я пока в Шиоле пережду твой гнев Я посижу в Шиоле, хорошо, ты меня туда запрятал, но ты потом же вспомнишь обо мне Это же не навсегда, не может быть Только умерший оживет ли, и сам себя дергивает, да, он говорит, нет-нет, конечно, надеяться бесполезно Все здесь и сейчас Вот вообще религия Ветхого Завета, она здесь и сейчас Она про жизнь не будущего века, а про жизнь вот этого века И вот в чем еще трагедия Иова Мы Иову легко можем сказать, смотри, ты праведник, ты много страдал В будущей жизни, вот в вечности ты получишь награду, а нечестивцы наказание Да, все уравняется Но Иов явно этого не хочет Он хочет, чтобы уравнение сошлось здесь и сейчас А не в абстрактном ином мире, где далеко придумать, что там будет Да, мы же там не были, мы не можем точно утверждать А нафантазировать легко Только умерший оживет ли? Пока тянется моя служба, буду ждать, не придет ли избавление И тогда ты позовешь, а я отвечу Ибо о творении рук своих ты затаскуешь Пока я жив, не забудь меня позвать, Господи Мне очень плохо Пожалуйста, вспомни обо мне, затаскуй обо мне Я ведь творение твоих рук Старобрядцы, когда кладут земные поклоны, говорят Создав имя, Господи, помилуй меня Вот прямо это слова Иова Ты меня создал и помилуй меня поэтому Не будешь же ты уничтожать свое творение Ныне ты считаешь мои шаги, а тогда грехи мои выслеживать перестанешь Будет в сумме запечатан мой проступок Это, очевидно, такой образ Запечатывали письма Ну, совсем недавно еще так делали Не просто конверт и заклеено, да А вот был такой свиточек На него шнурочек А на шнурочек восковую, сургучную Какую-то еще печать Соответственно, нельзя сломать печать Нельзя прочитать, что в свитке Вот, может быть, суммы такие-то уже были Сумки, да, в которые кладется Что-то и опечатывается Ну, сейчас банковские всякие мешки с деньгами, да Вот мой проступок будет там Только между мной и тобой Вот мы его скроем Мы не будем его вспоминать Будет в сумме запечатан мой проступок И на провинность мою ты наложишь повязку Вот, смотрите, здесь Проступок как долг Как денежный штраф И провинность как болезнь Которую нужно исцелить Потом богословы будут спорить о том Что такое греховность Это вина человека За которую надо заплатить наказание Или это болезнь человека Которая приводит его к страданиям и смерти Но это же все образы Вот у Ивовы и те и другие И денежные, и медицинские Только смерть все равно уравнивает все И дальше, может быть, самые пронзительные строки О смерти во всей мировой литературе Но крошится и рушится гора И скала сдвигается с места Воды перемалывают камни Разливаются и смывают почву Так и ты губишь надежду человека Ты сразишь его, и он исчезнет навеки Ты облик его изменишь и прочь отошлешь И не знает он, в чести ли его дети И не ведает, если их обижают Лишь своя боль терзает его тело Лишь о себе душа его рыдает Вот умирающий человек Который даже не знает, что происходит с его детьми Но очень не хочет умирать И плачет об этом И вот удивительно, что в мире Где, казалось бы, столько страдания, столько смерти Мы все время находим возможность об этом сказать И пожаловаться на эту Богу Еще раз, в Ветхом Завете, пожалуй, нет ответа Как победить эту смерть? Что с ней сделать такого, чтобы не рыдать, умирая? Новый Завет предложит ответ Но пока его нету Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok